Смерти Александра I Фельдьегер был сбит, смерть была практически мгновенной, пытались что-то сделать, лучшие лекари Александра кинулись к Фельдьегерю, ничего не помогло. Так вот, что любопытно, говоря о Москве, в 1902 году император умирает официально в 1825 году, практически через 80 лет. Профессор химии технологического института Аполлон Курбатов рассказывает историку Николаю Карловичу Шильдеру, что по матери был внуком Фельдьегера Москова, и в семье Курбатовых было предание, как будто их дед Москов похоронен не где-нибудь, а в Петропавловской крепости вместо Александра I. Причем предания хранились втайне. Надо отметить, что вообще семья Москова после его смерти была сыпана колоссальными милостями. Дочь Александра Курбатова получила пожизненную пенсию в размере жалования Москова. Николай I несколько раз, сам император, несколько раз уплачивал долги семьи, а сама дочь Москова была определена в училище на казенный счет. Так вот, естественно, возникает вопрос, почему такая странная подмена происходит? Чем объяснить? Вообще, какая связь между Московым и императором Александром I? А может быть, действительно была подмена трупа? Может быть, действительно хоронили не Александра I, а вместо него этого самого Фельдьегера Москова? Иными словами, это одна из загадок, загадок истории, безусловно. Безусловно, еще что нас поражает, это ряд загадочных, совершенно непонятных мотивов, которые присутствуют в письмах жены Александра, а именно Елизаветы Алексеевны. Она пишет своей матери о том неожиданном испытании, которое снизошло на нее. Она пишет о том, что невозможно наслаждаться жизнью. Причем, что любопытно. Вы можете себе представить, например, что жена не сопровождает гроб своего любимого мужа? Она вообще его даже не сопровождала в Петербург. Что любопытно, гроб ни разу не вскрывали. Никто не видел Александра I мертвым. Абсолютно никто. А она, кстати, Елизавета Алексеевна, после смерти Александра, еще 4 месяца жила в Таганроге и, как говорится, наслаждалась жизнью. Надо сказать, что, кстати, в личном плане Александр I был, в общем-то, несчастным человеком. Несчастным. Личная жизнь не сложилась. Причем, что интересно, доктора, которые окружали Александра, тоже сообщают о многих странностях. Известный доктор Тарасов, личный врач, был призван к императору лишь 14 ноября. Он отказался вскрывать и бальзамировать тело. Составил протокол вскрытия, но под этим протоколом не подписался. А затем, со временем, под этим протоколом была поставлена чья-то другая подпись, но не доктора Тарасова. Вообще, любопытно, был наложен государственный запрет на то, чтобы вскрывать тело Александра. Открывать тело Александра. Гроб. Дело доходило до того, чтобы в Москве ползли слухи о том, что тело царя подменили, даже боялись народных волнений. И вот здесь мы сталкиваемся еще с одним любопытным явлением, с одной любопытной личностью, со старцем Федором Кузьмичем. Осенью 1836 года, то есть через 12 лет после событий, в окрестности города Красноуфимска, это Пермская губерния, к находившейся там кузнице, подъехал верхом на красивой лошади пожилой мужчина и попросил подковать лошадь. Кузнец, выполняя заказ, вступил с ним в разговор. Куда он, откуда он едет, как звать. На все вопросы старик отвечал неохотно и уклончиво. Образ действия этого пожилого человека вызывал подозрения. Более того, для простолюдина уж больно хорошо, кругло говорил. Кузнец подозрительно относился к этому человеку. В конце концов, собралась толпа, которая решила этого старца отвезти в участок на допрос. На допросе он отказался давать какие-либо сведения о себе, кроме того, что он, не помнящий своего родства, бродяга по имени Федор Кузьмич. Его всячески старались убедить, открыть всю правду, дабы не подвергнуть закону, последствиям закона о бродяжничестве. Но он упорно стоял на своем. Результатами этого упорства стало наказание. Двадцатью дармя плети. Так вот, что любопытно, после этого наказания он был сослан в Томскую губернию. Но, вот что любопытно, тут же по этому случаю сюда приезжает представитель царствующей династии, великий князь Михаил Павлович. Михаил Павлович настолько напугал местные власти, что грозился вообще привлечь их к суду. Надо сказать, что Федор Кузьмич просил, чтобы его осудили на поселение в Сибирь. И сам он был сослан в Томскую губернию. Причем относились ему к нему очень хорошо. Ни в чем не отказывали. Конечно же, сами представители знатной династии внимательно следили за судьбой этого старца. Очень интересно показания крестьянина Сидорова. В этом показании крестьянин рассказывает, что воскопоставленная особа по имени Мария Федоровна присылала старцу одежду и деньги. Причем Мария Федоровна скончалась в 1828 году, то есть сразу после всех этих событий. В 1843 году старец ушел в Енисейскую тайгу на Золотые прииски Попова. Жил в лесной келье на обрыве Красной реки. Жил в уединении, мало кого принимал. Надо сказать, что часто давал очень умелые толковые советы местным крестьянам. Так кто же такой Федор Кузьмич? На этом слайде приведен любопытный пример. Старец Федор приходит к Парамонову, церковному старости в Коснореченском. У Парамонов в это время жил солдат оленев, занимавшийся сапожным ремеслом. Увидав из окна проходившего в дом Федора Кузьмича, оленев спросил у бывших в избе крестьян. Кто это? Затем бросившись в избу вперед старца с криком. Это царь наш, батюшка Александр Павлович. Отдал честь по-военному. Тогда старец сказал ему. Мне не следует воздавать воинские почести. Я бродяга. Тебя за это возьмут во строк. А меня здесь не будет. Ты никому не говори, что я царь. Еще один любопытный штрих к портрету Федора Кузьмича. Здесь рассказывается, этот отрывок я взял из сочинения Шильдера, где со старцем приключился следующий случай. Недалеко от его келья работники Латышева производили какие-то полевые работы и при этом пели песни. Вдруг они запели песню, начинающуюся словами. Ездил русский белый царь, православный государь, из своей земли далекой злобу поражать. Во время пения Федор Кузьмич сидел на завалинке у своей кельи. Лишь только он услышал эту песню, он задрожал, заплакал и ушел в свою келью. Вообще поражает еще одно любопытное, любопытные черты Федора Кузьмича. Он прекрасно знал все тонкости петербургского этикета, а также событий русской истории начала XIX века. Причем он знал многих государственных деятелей очень-очень хорошо. С большим благоговением он отзывался о митрополите Филарете, рассказывал об графе Алексея Алексеевича Рокчееве, его военных поселениях, о его деятельности, вспоминал о Суворове, Кутузове. Но вот один любопытный момент. Никогда Федор Кузьмич не говорил об императоре Павле и никогда не говорил об Александре Первом. Вот очень любопытный пример. Иван Данилович Митрополов, помощник известного вам деятеля политического победоносцева, показал в подаренную ему книгу барновольским мещанинам Сдобниковым. Книжка называлась так. «Книжица, заключающая Акафист в воскресенье Христову и сказания об Антихристе». Генерал Дубровин сказал Митрополову, «Покажи мне эту книжку, я знаю почерк Александра Первого». И тотчас скажу, он ли писал, увидав первую страницу Акафиста, воскликнул. Это писал Александр Павлович. Копии записок старца были переданы Александру Третьему. Потрясающая вещь. Даже святые, святой покровитель Федора Кузьмича, благоверный князь Александр Невский, был святым покровителем Александра Первого. Даже и здесь было единство. Старец умер в своей келье 20 января 1864 года. Так все-таки, кто же такой Федор Кузьмич? И почему он так боялся упоминать, так не хотел упоминать, ни имени императора Павла, ни Александра Первого? Может быть, в гибели Павла Петровича, Павла Первого и кроется драма этого человека. Может быть, это была вообще даже и не смерть, о которой мы обычно привычно пишем несколько скупых строчек в наших учебниках. Александр Первый умер, а может быть, он и не умер. Может быть, он ушел. И ушел по одной простой причине. Он всю свою жизнь, этот русский сфинкс, так его еще называют, мучился страшным событием, которому был свидетель. Он был свидетель, как убивали его отца. И он молил графа Палина, убийца отца, сохранить Павлу, отцу, жизнь. И, видимо, всю свою жизнь не мог себе этого простить. Ему очень часто об этом напоминали небезызвестные Наполеоны. Может быть, это была не смерть, может быть, это был уход, может быть, это была расплата за некие грехи. Сегодня такую точку зрения некоторые историки высказывают. Но, наверное, пройдет еще какое-то время, чтобы это представление о том, что не смерть, но уход, в историографии, в исторической науке, утвердилась. Я думаю, что наступит такое время, и эта историческая тайна будет разрешена, как и многие другие. Вот на этом, пожалуй, все. Спасибо, спасибо.